Здравствуйте дорогие друзья! Мы рассмотрели как создавать области в программе Pogumax Designer. Теперь перейдем к редактированию областей. Перейти к редактированию можно двумя способами, либо через вкладку области, далее выбираем редактировать область и направляем курсор мыши на нужную нам область, к примеру прямоугольник. Нажимаем один раз левой кнопкой мыши. Как мы видим, мы зашли в меню редактирования области. Чтобы выйти из этого меню, можно нажать клавишу Escape. Также есть второй способ, более удобный, как перейти к редактированию области. Необходимо навести мышь на нужную область и нажать двойным кликом мыши. Мы также перешли к редактированию области. В программе Pogumax Designer существует три режима редактирования области. Первый, второй и третий. Разберем все их начиная с первого. Первый режим позволяет перемещать область по экрану, менять ее местоположение. Также есть возможность изменять размер области и ее поворот. Далее рассмотрим режим номер два. Этот режим позволяет настроить форму области. Можно перетягивать бирюзовые точки. Они являются вершинами многоугольника. Либо маленькие желтые точки. Они позволяют увеличивать или уменьшить кривизну линий. Далее осталось рассмотреть третий режим. Но для большей ясности и наглядности вставим в эту область какую-либо анимацию. Предварительно сохраним измененные настройки области и вставим в эту область любую анимацию. Переходим к редактированию области. Выбираем третий режим. Этот режим предназначен для масштабирования и изменения трапециедальности контента. Это делается следующим образом. По четырем углам контент может быть искажен в зависимости от плоскости и угла проецирования. Для того, чтобы отменить измененные настройки области, необходимо нажать на кнопку «Отклонить». Чтобы сохранить настройки области, необходимо нажать на кнопку «Принять». Далее рассмотрим следующую функцию во вкладке «Области». «Объединить области». В программе «Погумакс Дизайнер» имеется возможность объединить несколько областей в одну. Например, объединим «Область 3», «Область 2» и «Область 1». После выбора областей необходимо нажать на кнопку «Ок». Далее у нас появляется окно, в котором необходимо выбрать название одной объединенной области. Далее нажимаем на кнопку «Ок». Как мы видим, у нас появилась одна область, в которой отображается одна анимация. Данную область также можно перемещать по экрану. В режиме номер 2 можно перемещать формы областей, изменять их местоположение и форму. В режиме номер 3 также можно изменять масштабировать и задавать настройки трапеции. Далее объединенную область можно разъединить на те области, из которых она была создана. Нажимаем «Разъединить область» и выбираем нашу объединенную область. В появившемся окне нажимаем на кнопку «Ок». Как мы видим, анимация теперь отображается в каждой отдельной области. Далее рассмотрим оставшиеся функции удаления областей. Удалять области можно по одной. Необходимо выбрать пункт «Удалить область» и навести курсор мыши на нужную область. После чего нажать один раз левой кнопкой мыши. Появится окно выбора удаления областей. Также в программе имеется возможность удалить все области за один раз. На этом данный видео урок закончен. Увидимся с вами в следующих видео. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok